происходить. Тем более, как я уже сказал, Эдуард Фельдбергер показывает пример для ветеранов, как нужно заниматься собой в хорошем смысле этого слова. Ну а теперь возвращаемся к бою на 61 килограмм весовой дивизион. Тимур Надров, Россия против Сахараба Азимова, Азербайджан. Это уже парни с опытом, достаточно серьезным. Азимов, 175 сантиметров его рост, 61 килограмм его был официальный вес на вчерашнем взвешивании. Всекратный чемпион Азербайджана. Он является, также является чемпионами Европы. Его профессиональный рекорд 10 побед, 5 поражений. Ну и боец из России Надров, 95-го года рождения. Спортсмен на росту 67 сантиметров его, вес 61 килограмм. Чемпион России, чемпион мира по версии WKF и его профессиональный рекорд 10 побед, 1 поражение. Алькалитный. Первый раунд мы видим. Очень конкурентные парни, которые могут создать проблему друг другу. Очень легко, если кто-то из них совершит ту самую ошибку. Надо, чтобы она не была роковой. Здорово, хорошая моторика. Темп. Скорость, великолепное нанесение ударов. Сейчас сам теряется, посмотрите, от низких пропущенных ударов. Азимов проваливается. Еще, да, Надров сейчас уже выцеливает справа. Полусвинг, полукросс удар наносит. Очень жестко заканчивает сейчас Надров. Не первый раз уже комбинацию тяжелейшим правым лоу-киком. Обмен любезностями по нижнему этажу. У вас бедра нанесли друг другу спортсмены несколько ударов. И, кстати, тяжелый левый сбоку. Класс. Великолепно. Подошел в среднюю дистанцию так стаканом. Есть такое выражение. Кулак закручен стаканом. Это позиция кулака как раз вертикальная. Есть такое понимание того, что, по большому счету, в профессиональном боксе на ближней-средней дистанции удары наносятся боковые только вертикально, как раз стаканом. Вот здесь, смотрим, другой удар. Тяжелейший попадает Надров. Правый свинг. Такой, сейчас сам, знаете, на огромном желании добить бойца Азербайджана. Пропустил, по-моему, небольшой удар. Но, в большей степени, это была потеря равновесия. Подскользнулся, по-моему, Надров. Ну, есть сейчас возврат справа и дважды. Еще один удар пропускает Надров. Пропустил Надров. Пропустил Надров два тяжелых удара справа. Знаете, как быстро все и мгновенно меняется в этом поединке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Великолепный возраст. Чувствует себя сейчас, я думаю, что в лучших кондициях. И сразу же несколько точных попаданий было в начале второго раунда. Готовит этот левый миддлкик и левый хайкик навстречу Тимур Надров. Азимов. Парень очень опытный. Напомню, дорогие друзья, что у него 10 побед среди профессионалов и 5 поражений. Очень хорошая комбинация у Надрова, но тут же при этом пропускает. Он иногда застаивается. Еще раз пропустил с дистанции правый удар. Перешелся точно в цель с стороны Азимова. О, вот это удар справа, еще один. Тяжеленный удар. Сейчас Тимур Надров терпит. Это был стоячий нокдаун. Ноги спагетти. Эффект спагетти, или как Андрей Вичук говорит, эффект запаха. Ваша поддержка, дорогие господа! Секунду мы увидели, но Тимур устоял. Какое количество ударов сейчас пропускает Тимур Надров. Это боище мы видим с вами, дорогие друзья. Это потрясающий поединок. Очень конкурентный. И Шамиль Бацагов останавливает поединок во втором раунде в связи с рассечением. А, по-моему, рассечение очень серьезное. Вот как раз Валентин, доктор Ливси и его прозвище. Очень известный профессионал своего дела. Валентин, доктор Ливси и его прозвище. Совсем скоро, 9 марта, в городе Грозном, в легендарном Колизее, мы увидим с вами ACB под номером 31. Обязательно, уважаемые телезрители, включайте ваши телевизоры, нажимайте на кнопку канала «Матч Боец» и смотрите на нашем канале этот увлекательный турнир ACB под номером 31, город Грозный. Возвращаясь к бою, бой, конечно, потрясающий. Мы видим, все-таки Валентин, доктор Ливси дает свое собственное разрешение возможности продолжать поединок. Напомню, как раз я присутствовал сейчас буквально два часа назад на заседании судейской коллегии в главе с супервайзером Вадимом Краинцевым, где Вадим как раз очень подробно и предметно объяснял, за кем остается ответственность принятого решения о продолжении боя в связи с травмой. Они же направили все только за доктором. Но если рефери принимает решение продолжить, то он берет на себя максимальную ответственность в случае ДДМО, конечно же, Будда. Продолжение следует... ...через год, напомню вам, уважаемые зрители, третий заключительный раунд. Великолепного поединка мы с вами наблюдаем. И сразу же с места в карьер начинает Тимур Надров. Конечно, пропускался он в этом бою. Я думаю, что огромное количество ударов, может быть, даже за предыдущие свои поединки профессионалов он количество ударов не пропускал за все количество боев. В сравнении за эти несколько раундов в бою против азербайджанского бойца Азимова. Сахарапазимов оказался очень серьезным испытанием. Еще никто, на самом деле, не знает, кто одержит победу в этом поединке. Я думаю, только Всевышний знает об этом. Все остальное здесь специалисты и профи в своем деле. Судейский корпус, конечно, сейчас подсчитывают точный удар. А здесь как раз Надров попадает, и левый подпуловщий, левый подпуловщий прилетел точный удар с его стороны. И тут же еще несколько активностей. И, представляете, даже маленький Тимур Надров, невысокого роста, боец, выпрыгивает с колена правого, но не попадает точно. Здесь подпуловщий прицеливается дважды и заканчивает своим излюбленным лоу-киком комбинацию. Но все в защиту. Вот здесь есть колена великолепная Тимура Надрова засунула. Он все-таки увидел эту брешь в обороне у Азимова. Великолепно отработал этот эпизод. И еще раз туда же. Сейчас очень умный и грамотно работает Тимур Надров. Очень яркий боец. Жесткий левый полумидлкик, полакайкик. Защита, правда, но от него, конечно, снесло Азимову. Вы знаете, концовку-то проигрывает Азимов. Проигрывает очень серьезно. По функциям однозначно просел. По пятнадцам назад. И все, Тимур Надров доминирует. Еще короткой дистанции. Кратчайший правый боковой. И туда же с двойной слева. И туда же еще раз справа. Великолепные удары. Кату еще раз нанес точный удар левый апперкот Тимур Надров. И просто прекрасно заканчивает этот бой. Пусть точно в свою сторону. Супер поединок, дорогие друзья, мы с вами увидели. Тимур Надров, конечно, сейчас избивает, не боюсь этого слова, бойца Азербайджана Азимова. Очень опытного бойца. И настоящему конкурентного великолепной поединок, дорогие друзья. Супер. 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 По завершении трехраундного боя, единогласным решением судей победу одержал Тимур Надров.